Да, снова Забайкальский край, а точнее поселок Забайкальск, населенный пункт на границе с Манчжурией. Вся жизнь забайкальских жителей сосредоточена около границы. Таможенные посты, по сути, являются градообразующими предприятиями, поскольку деятельность большей части населения так или иначе связана с перемещением товаров через границу с Китаем. Конечно, груз китайский, потому что все туда едут либо одеваться, либо переводить китайский груз. Кэмэл – это который вывозит товар через границу, провозит именно для бизнесменов. Важная деталь – это так называемые кэмэлы, от английского camel – верблюд. Это лица, систематически перемещающие товары через границу, для коммерческих целей под видом личного пользования, для уклонения от уплаты таможенных пошлин. Специально разработана профиля риска для сотрудников таможенных, это термин только для сотрудников таможенных. Для борьбы с нарушениями ввиду интенсивного пассажиропотока на таможенном посту сосредоточено множество силовых структур. Это и Федеральная служба безопасности, и Транспортная инспекция, и пограничные войска, и в первую очередь таможенная служба. Но тем не менее на данном участке постоянно выявляются факты незаконного ввоза товаров на территорию Российской Федерации. Прокуратура, там ФСБ, именно вот в поселке, здесь очень много складов, куда съезжается весь этот товар. Почему они не проводят проверку здесь-то? Вот здесь они должны, эти оперативно-розыскные отделы, они должны эту информацию собирать, что такая там машина, там кто-то, 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 понимаете? Вот они почему-то этим не занимаются, и вот как все шишки на тех, кто вот именно непосредственно находится на границе, понимаете? И несмотря на кропотливую работу таможенников по формированию и применению этих профилей риска, тем не менее проблема, порожденная пробелом в законе, налицо. Те самые 50 килограммов товара, разрешенные к ввозу в Россию для личного пользования, без уплата каких-либо пошлин и без ясного писания и терминологии.